У малого и среднего бизнеса в нашей стране нет достаточного капитала для реализации инвестиционных проектов, а без проектов не может и появиться капитал. Предприниматели в этой ситуации оказались в замкнутом круге. Пути решения этого вопроса обсудили представители торгово-промышленной палаты с бизнес-сообществом нашего города. 88% всех активов финансового рынка России – это банки, которые родили всего 11% инвестиций. Все наши банки – это кредитно-депозитные учреждения, которым во всем мире запрещается заниматься инвестициями, прямыми инвестициями. Потому что кредитно-депозитные учреждения, когда собирают деньги, не объясняют инвестору, вкладчику, куда они потратят эти деньги. Чтобы не было неразумных трат, центробанки устанавливают жесткие ограничения на кредитование, а инвестициями во всем мире занимаются специализированные инвестиционные банки. В России таких институтов нет. На заседаниях Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова уже неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания внебанковских финансовых инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса. Эта идея нашла отклик в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и у региональных представителей организации. Создание таких институтов поможет развитию бизнеса и промышленности в закрытых городах, потому что в них бизнес существует в определенных условиях, ограничения есть, а преференций нет. Внебанковские источники финансирования помогут предпринимателям реализовать свои проекты и дадут толчок развития реального сектора экономики. Должен быть инвестор, заинтересованный инвестор в развитии городов. Мы таким инвестором, естественно, являясь городом присутствия госкорпорации «Росатом» и единомышленником считаем, конечно же, госкорпорацию «Росатом». Эту идею еще нам предстоит им донести и доказать, что действительно это нужно и необходимо. Подписание документа о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой – важный шаг для ассоциации промышленников и предпринимателей. До этого ни с администрацией, ни с какими-то другими структурами подобных соглашений не заключали. То, что нас слышат в области, то, что нас слышат в Российской Федерации, это очень хорошо. И да, казалось бы, это соглашение о намерениях, соглашение о взаимодействии. Однако мы, экономисты, те, кто работает постоянно с бизнесом, видим под этим настоящую реальную работу. Все стороны сотрудничества Ассоциации с Торгово-промышленной палатой – это использование инструментов поддержки, привлечения венчурных фондов – еще предстоит обсудить. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.